Тольятти Получены результаты по комплексному обследованию опорных конструкций стадиона Самара-Арена. Волноваться не о чем заверили сегодня эксперты. Напомним, на Самара-Арене побывала комиссия из Москвы. Представители рабочей группы, отвечающие за завершение строительства и ввод в эксплуатацию стадиона к Чемпионату мира, прошлись по всем этажам и помещениям футбольного комплекса. Все данные переданы в Ростехнадзор. Меняется расписание работы зимней переправы из Самары в Рождествено. Из-за сброса воды с Жигулевской ГЭС на Волге образовались торосы. Их на протяжении нескольких дней расчищали с помощью специальной техники. Это необходимо для того, чтобы суда на воздушной подушке могли ходить беспрепятственно. С субботы 13 января транспорт будет двигаться с 8 утра до 6 вечера, а в понедельник теплоходы начнут выходить на час раньше. При этом после наступления ледостава транспорт будет ходить с 6.45 с интервалом движения в 15 минут. В соцсетях появилась информация о том, что в Новокубышевске в городской больнице Настровского была замечена Елена Летучая. Якобы звезда шоу «Летучий отряд» и «Ревизора» проверит городские учреждения на соответствие нормам. Точной информации, правда ли это, нет. Но в городских больницах стали бесплатно раздавать бахилы, которые раньше продавались за деньги. Также участники соцсети активно обсуждают удивительную любезность со стороны медицинского персонала. В Самару идут морозы. Синоптики прогнозируют похолодание до минус 23 градусов. Сегодня ночью ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от минус 7 до минус 12. Местами ожидается гололедица. 13 января ночью столбик термометра опустится от минус 18 до минус 23. Днем от минус 13 до минус 18. Головедица. В воскресенье 14 января погода ожидается такая же.